Мы сегодня собираем маяк Турлитис вместе с вами, с теми, кто успел его уже купить или успел купить, но не успел собрать. Да или с теми, кто просто думает, смотрит на маяки, потому что в целом мы расскажем, как мы красим, расскажем какие-то, может быть, фишечки, что-то, что может вам оказаться полезным в сборке любого маяка. Так, что у нас есть? У нас тут есть три камня, три этапа разных, но это потом, чуть позже мы вам покажем. Мы начнем, конечно, я все в краску, но вам покажем для начала, что в наборе. Так, для начала маяк Турлитис приходит вот в такой вот большой, достаточно коробке. Она такая, достаточно большая, объемная и тяжелая. Итак, вот он, Турлитис. Тут небольшой анпакинг, анбоксинг. Как это сейчас-то? Как это сейчас называется? Давай, с ресторшкой, с ресторшкой. Здесь вот такая вот инструкция. Инструкция, получается, на трех листах. Чтобы вы понимали, тревожные наши уважаемые переживатели, кто переживает, что он не сможет покрасить и собрать. Вот этот текст, он, конечно, не обязательно рекомендательный к прочтению, но вот здесь вот советы по сборке маяка и скалы, а вот здесь вот советы по покраске. Так что в целом мы предусмотрели максимально все и никаких проблем не возникло. Ну да, но это классическая наша 3D инструкция пошаговая, поэтому здесь все понятно. Это что касается именно сборки маяка. Две плашки с детальками, деревянная. Пакетик со всякими допами. Это краски, всякие дополнительные инструменты, кисточки. Шкурка, но всякие штуки для декора. Мы все откроем и покажем. Детали для камня. Он у нас собирается таким набором. Ну он такой, слоистый пирожочек. Да, тут еще дополнительные детальчики. Внимание, перчатки для того, чтобы вы не испортили свой маникюд. Спасибо. Человек, который 10 лет в отношении знает, что действительно важно. Да, и текстурная глина, паста, как она еще называется. В общем, волшебная масса, назовем это так, которая очень приятная на ощупь, как зефирчик. Не токсичная, которая отмывается легко от всех рук, одежды и всего, на что она может у вас налипнуть и оказаться не там, где предполагалось. И самозастывающая. То есть вам не придется ее... Продано! Вам не придется ее как-то запекать специально, высушивать 4000 лет. Она застывает за, в общем, полдня-сутки. Но мы рекомендуем выдержать сутки, чтобы наверняка. Еще дополнительная вот такая шоркалка. Ну, всякие штуки для, в общем, декора. И то, как выглядит этот маник в реальности. Это открыточка с фотографией. И тут есть такая вот информация. Ну, в целом, все по классике. Все по классике. Плюс к обычному нашему классическому набору для сборки маяка добавилась скала. И все для декорирования скалы. А, да, еще замечательная антистресс... Пупырка. Антистресс-пупырка. Если вы устали, перестаньте устараться. Все, там больше ничего нет? Отдохните и полопайте пупырку. Да. В инструкции у нас указано. Начинаем сборку с камня. Да. Две палочки. Пронумерованные детали номер 18 и 19. Может быть, нам поближе как-то сделать? Обратимся к инструкции. Вот у нас первая деталька. Как она расположена? Вот с такой вот пипкой. Пипка. Это ее научное название? Деталька 19 и 18. Соответственно, ищем детальку 19 и 18. И вставляем 19 на место 19. Важно не перепутать, потому что они разной длины и за одну детальку, которая длиннее, будет цепляться сам маяк, а та, которая чуть-чуть короче, за нее будет ничего не цепляться. Она просто будет как ребро жесткости такое. И дальше начинаем собирать детальный номер. Но меня реально не оставляет ощущение, что это просто пирожок. Да, смотрите, еще момент в чем. Значит, в комплекте, это мы инструкции тоже пишем. Открывай пока. Зачем? В комплекте есть клей. В целом собирается все прекрасно без клея. Вот сейчас точно дробка. Давай скорее. Вытащи просто все из пакета. Ага, спасибо. Собирается все без клея. Но слоев камня много? 17 слоев. Поэтому для вашего спокойствия мы добавили клей. Держаться все будет без клея. Но при желании можно слои промазывать вот из этой замечательной баночки. Они могут быть там двух размеров у вас. Ну, в разных наборах разного размера банки. Но это не принципиально. Объем там одинаковый. Соответственно, от любой из кисточек вы можете использовать. Для этого любой из кисточек можете использовать. Возьмем любой из кисточек. Возьмите любой из кисточек и используйте. Аккуратненько. Можно вот буквально чуть-чуть капелька клея. Ну, то есть такая подстраховочная чистая история. В принципе, на штырях они держатся довольно плотно, когда все собирается уже. Весь вот этот вот слоистый пирожок. Следующая капелька клея. Достаточно одной капельки клея. И вот таким образом мы складываем все детали, прижимаем их. Катя, ты волосы мыкаешь в клей. Ну, я такой человек. И главное, чтобы все цифры смотрели в одну сторону. Вон, вон елка сзади, да. Она очень красивая. Ты, внимание наших зрителей, на ел. Я подсадной. У шестерки точечка унизу. Видите? Главное не перепутать шестерку и девятку. Если я буду использовать клей, то я точно накосячу. Слушайте, друзья, но если вы, ну, более-менее уверенно считаете до 17, у вас не возникнет никаких трудностей. Потому что все собирается по порядку. Так что я уверяю вас, переживать не о чем. Тут же детали-то все пронумерованы. И, в принципе, даже если бы они... И даже девяточка и шестерочка пронумерованы так, чтобы точно не ошибиться. Так что, чуваки, не переживайте. Спасибо. Я такой ассистент просто, который перетягивает внимание. А, ну и самое-то интересное ты же не показываешь. Самое интересное... Ладно, я самое интересное покажу, когда все будет видно. Но кто-то, может быть, уже догадывается, что там самое интересное с другой стороны. А что там самое интересное с другой стороны? Лесенка? Что ты за человек такой? Зачем ты разрушил мою интригу неудавшуюся? Просто все детальки по порядку. Складывайте друг на друга, промазывая чуть-чуть клеем. Ну да, и, собственно, вот в инструкции про это тоже все написано. Второй шаг. Видите? От двух до семнадцати. Блин, было бы удобнее, конечно, если бы она была не отзеркальная. Но что поделать? А ты переключи на другую камеру, там будет не отзеркальная. Ну нет, на это я прийти не могу. Хорошо. Шестнадцать. Ну и вот, собственно, к вопросу о том, насколько четко все рассчитано. Вот сейчас вы видите... Деталька номер семнадцать, она немножечко тяжелее будет вставляться, так, чтобы она могла прижать все остальные детали. Бояться этого не надо. Да, надо просто попасть в пазы и прижать. Вот, смотрите, таким образом, что у нас девятнадцатая деталь не торчит из, собственно, пола, да? А восемнадцатая торчит. Вот как раз восемнадцатая нужна для того, чтобы маяк крепко стоял на камне. Поэтому клей не обязательно использовать. Вот таким вот образом у нас камень получается. И вот получилось лесен. Типа такой скелет нашего камня, который мы сейчас... Ген, реально как скелет динозавра выглядит. Который мы сейчас будем мясом обмазывать. Смотрите, вот клея осталось вот столько. Прям много клея осталось. Если он вам еще понадобится, то можете его оставить, да, для чего-нибудь другого. Возможно, если вам захочется кидаться маяком, можно его собрать на клей. А так, в принципе, маяк и без клей держится. Так, все. Теперь берем пасту, открываем ее. Можно ножницами. Можно ножницами. Можно чего-нибудь еще. Я достала ножницами. Зубами. Конечно, зубами. Открывайте зубами. Слушайте советы человека. Паста написано, что белая. На самом деле она серая. Как вы думаете, когда она станет белой? Смотрите, для того, чтобы мы не оставляли отпечатки пальцев на камне, есть вариант надеть перчатки. Перчатки удобны тем, что потом не надо мыть руки. Вот такие лайфхаки у нас сегодня в эфире. А если вы не хотите мыть тарелку, наденьте на нее полиэтиленовый пакет. Короче, смотрите. Теперь мы берем маленькие такие кусочки пасты и замазываем вот так вот прям между... Я не знаю, как это назвать. Слоями. Ребер, да, между слоями. Таким тоненьким достаточно слоем, чтобы у нас образовался слой, скажем так, вот этой вот пасты, на которую мы потом начнем лепить собственно объем уже. Объем, да. Сначала мы просто делаем так, чтобы перекрыть вот эти вот между слоями сильные перепады острые. А потом начнется магия. Я даже покажу вам пока с чего начнется магия. Мы сделали вот такой вот стек двухсторонний. Он специально зашлифован так, чтобы им идеально удобно было делать припады и каменные всякие штуки. Будет очень кайфово. Если у вас не сильно ровно получает, то ничего страшного. Это так и задумано. Это же камень. Это же камень. Он никогда не бывает ровным. В общем, мы за время тестирования и подготовки и всего на свете но на самом деле по уму еще не мешало бы что-то подложить под то место, где вы обмазываете. Этим занимаетесь? У нас столешница из керамогранита. Ей ничего не будет. Ну, давай подложим для антуража. Для антуража, конечно. Белая салфеточка еще никому не навредила. Так вот, мы пока тестировали и делали трудные варианты маяка и скалы, сделали сколько? Четыре, пять, наверное, камней. В общем, они все разные. И это нормально. И это классно. И поэтому все переживания и вопросы на тему того, что блин, а как же так? А у меня не получится. А у меня получится что-то не то. Ну, не может быть никакого не того. Потому что вы лепите сами. Вы лепите по примеру. Но у нас не стоит задача сделать идентичное что-то абсолютно такое же, как на открытке. Мы ориентируемся, кайфуем и получаем удовольствие в процессе. А, еще важный момент. Смотрите. На детальке 17. Да. Есть вот такие вот полосочки. Лазером надрезанные. Это для того, чтобы вы понимали, куда будет вставляться маяк, чтобы там не было вот этой вот глины. Чтобы маяк вставал, что называется, заподлицо. Нет такого слова. Есть. У маяка многоугольник в основании, внизу, он не круглый. И специально размечено место, куда он будет вставать. И желательно на него пасту не мазать. Но если оно туда попало, ничего страшного абсолютно от этого не произойдет. Там правильно пишут, что побелеет, когда застынет. Это, в общем-то, верный признак того, что можно уже приступать к покраске. Так вот, даже если что-то попало куда-то не туда, и даже паста застыла после этого, всегда вам на помощь придет шкурка. Ее тут много. Она немножечко разной зернистости. Может быть разного цвета, может быть одинакового цвета. В разных наборах будет по-разному. Так что на любом этапе вы можете что-то изменить, что-то подправить, улучшить и сделать так, чтобы, в общем, было идеально так, как именно вам хочется. Тем временем. Тем временем. Это, на самом деле, не самая простая задача. Обмазка. Ну и не самая зрелищная. Ну да. Просто приходится разговаривать, пока мы это сами делаем. Ну то есть тоже нужно понимать, да, что мы здесь пытаемся уложиться в час, но у вас такой задачи не стоит. Поэтому собирать потом маяк и вспоминать, что Женя это сделал за 10 минут, ну как бы не особо аргумент, потому что, опять же, да, все сводится к тому, что вы это делаете в свое удовольствие, тихо, спокойно, там растягивая на несколько вечеров и так далее. Так что сейчас у нас такой общий пробег. У нас тут заготовлен еще один камень в кустах, уже высохший, готовый. Поэтому просто проходим по всем основным этапам. Так, вопросы. То есть вообще хаотично можно пасту наносить, а руками или стеком? Смотрите. Первый слой, вот тот, который, скажем так, грунтовочный слой мы наносим руками. В принципе и остальное мясо мы тоже наносим руками, а потом стеком придаем ему форму. Ну, массу. Почему ты говоришь мясо? Мясо. Еще больше путают всех мясо. Я не Снеков, я люблю мясо. Так как скажешь. А красить потом можно сразу или ждать высыхания? Надо дождаться высыхания, потому что... Ну, потому что. Потому что. Потому что иначе масса будет мягкая и краска просто не схватится. А еще раз, в целом, на все такие вопросы основные, какие-то глобально-организационные, мы в инструкции ответили, предусмотрели их. И я надеюсь, что ее прочитают. Там просто очень много слов. Там очень много слов, но они... Они все полезные. Да, да. Все нужные. Все ненужные написали и потом выкинули. Поэтому обязательно прочитайте инструкцию, прежде чем собирать. И там будет ответ на большинство вопросов. Но сохранять технологию мы настоятельно рекомендуем, которая там указана. В целом на пасте даже отдельно написано, что это крутая итальянская паста. И там есть маленькая наклеечка с рекомендациями, переведенными на русский. И там написано, как, что с ней делать. Так что читать инструкцию для слабаков. Я не сомневаюсь, именно с этим посылом нам пишут люди, которые начинают со слов. Ребята, у вас там написано, что сломались, если детали вы можете вызвать новые. Я решила прочитать инструкцию, когда часть деталей сломалась. Надо обладать недюжей силой, чтобы прочитать эту инструкцию. Да. Мой юный подаван. Значит, наносили ли на лестницу пасту? Есть вопрос. Тут наше мнение немного расходится. Я считаю, что нет необходимости наносить на лестницу пасту, потому что лестница, она, в принципе, и так великолепна. Я считаю. Но пасту наносить, я считаю, необходимо на, скажем, вот эти вот поручни. Да. Вот здесь вот они у нас идут по бокам. Туда пасту нужно наносить. На лестницу можно нанести тоненьким слоем в конце и покрасить. Но даже если вы не нанесете на лестницу, ну, то есть, видите, все сводится к тому, что идеального универсального ответа нет. Даже если вы решите в конце нанести или не наносить, потому что там будет самый тоненький слой, и это лучше действительно в самом конце делать. Поэтому вы можете краской задать вот эту какую-то некую текстуру и положить, может быть, чуть потолще слой краски первый, и он создаст тоже интересный эффект. Поэтому в целом можно экспериментировать. Паста, если ее не, например, осталось какое-то количество, и у вас, типа, есть сомнения, надо ли использовать всю, опять же, ориентируйтесь на свое чувство прекрасного, не обязательно ее использовать всю, но у нас, мне кажется, вот по ширине, ну, то есть, она вот такая, мне кажется, вот такой вот, как строительная резинка, типа, по размеру у нас оставался кусок. По большому счету, ну, как бы, не особо, не особо много остается. Поэтому вы можете все подмазать, посмотреть, как вам вообще эффекты, как результат, и от этого уже делать какие-то дальнейшие планы и выводы. Вот. И в конце, ну, даже если вы нанесли на лестницу, и, например, вам не очень понравилось, как получается, ну, возьмите стеком снимите. То есть, пока она не затвердела, без проблем можно сделать. Если она затвердела, и вам кажется, что нужно что-то подрихтовать и подправить, опять же, шкуркой легко вы это сделаете. Будет выбиваться так-то, если не наносить. Вы знаете, я тоже про это думала, а на самом деле не особо будет выбиваться. Если хорошо покрасить, то все будет нормально. Вот у нас тут есть готовый камень. Сейчас я вам покажу. Это какой-то тоже один из прототипов. Вот это уже он выглядит так покрашенным, со всякими переходиками, вот с объемными отрогами. И вот смотрите, здесь лестница покрашена только краской. У нее пасты вот этой текстурной никакой нет. Но при этом, я бы не сказала, что оно, в общем, как-то очень сильно не гармонирует друг с другом. Ты загораживаешься. Это очень смешно. Да, я сейчас просто такая, и вот что у нас получилось. Делаем вот такую колбаску. Вот смотрите, у нас здесь вот эта вот стенка уже обмазана полностью. Для того, чтобы вот эту вот лесенку, ступеньку замазать. Да, оператор. Вот видите, у нас здесь вот ступеньки такие. Но это, типа, что это, как это называется у лестницы? Перила. Перила. Вот так вот мы берем и прилепляем. Вот смотрите, здесь у нас остался некий такой уступ. Мы его вот так вот мизинчиком берем. Ну, то есть вспоминаем свои прекрасные детсадовские времена. Как мы в детском саде лепили дельфинчиков из пластилина. То же самое примерно. По текстуре вот один в один. Как теплый пластилин, знаете, такой? Ну, как зефирчик. Был. Вот, но он холодный вот этот вот материал. Итак, вот у нас здесь... Подтверждаю, он холодный. Да. И вот здесь вот так вот все это мы прям замазываем. Чтобы у нас остался вот такой, типа, грунтовочный слой. Дальше, для того, чтобы вот это вот перила сделать более плоским, мы берем стек. Можно вот этой части, можно вот этой. Я вот пользуюсь плоской. И вот так вот. Ну, то есть, да, чтобы каменность все-таки у него какая-то была. Да, пальчиком придерживаем и делаем такую плоскую площадочку. Все это можно будет потом опять же пальцем подрихтовать. Ну, и в целом, в переживаниях об идеальности форм, об идеальности форм, я хочу, чтобы вы всегда помнили, что это камень, скала, стоящая посреди моря, у которой каждый день что-то меняется немножечко. Просто потому, что, ну, типа, она стоит на море, и ее бьют стихии, и все такое. Поэтому тихо, спокойно, аккуратно делаем красоту. Так, мы смотрим, как мы делаем маяк, а не как ты разговариваешь. Нет. Так, дальше. Вот смотрите, вот у нас здесь получилось что-то похожее на перила и достаточно ровное. Подпождаю. Обмазываем специальной текстурной пастой, специальной гринной зефиркой, которая в комплекте. И также в комплекте подробная инструкция с двух сторон страницы, напечатанная с информацией о том, как по шагам что делать. Если вдруг вы что-то пропустили... Еще раз, покупая маяк, если вы вдруг покупаете маяк или получили его в подарок, у вас есть все для того, чтобы его собрать в том виде, в котором он у нас на фотографиях. Мы специально все делаем таким образом, чтобы у нас был полный комплект для того, чтобы сделать маяк. Ну да, если вы в чистом поле вдруг решили собрать маяк, ну вот такая спонтанная ситуация, которая бывала с каждым. Пришли на пикник и захотелось собрать маяк. Смотрите, вот у нас появился камень, который практически со всех сторон полностью обмазан. Ну, не со всех сторон и не полностью, но обмазан. Вот, а теперь мы будем придавать ему форму. И кирпичики рисовать же. Я предлагаю начать как раз с кирпичиков. Вот здесь вот у нас есть на оригинальном маяке кирпичная кладка. Покажу, как ее можно сделать. Давай знаешь, как мы поступим? Я закреплю в штативе камеру и чуть-чуть поближе ее просто передвину. Потому что я устала держать телефон. Очень неудобно. Маяк можно поставить на попку. И использовать вот этот вот инструмент, стек. Вспоминаем, что у нас, как у нас выглядит вообще любая кирпичная кладка. У нас есть какие-то линии параллельно земле. Вот таким вот образом. Мы их прям продавливаем. Рисуем. Аккуратненько. Вот так вот у нас получаются какие-то линии. Сохраните эфир. Сохраним, сохраним. Если инстаграм не помешает, мы обязательно все сделаем. Дальше. Как у нас располагаются кирпичи? Все помнят? Я нет. Для начала мы очерчим границу кирпичной кладки. Так, чтобы нам было проще ориентироваться. Дальше. Мы вот здесь вот... Не видно. Возьми подальше стек. Вот здесь вот рисуем черточку. Дальше здесь черточку. Дальше здесь. И вот у нас кирпичики получаются. Здесь. Здесь. Вот типа как в шахматном порядке. Я вот не знаю, как это правильно называется. Да как? Ну просто, если забыли, как я делала, я забыла, как правильно и выглянула в окно. И в соседний дом очень удачно было с кирпича. А если у вас есть кирпичные дома в округе? Или если у вас есть интернет. Всегда тоже можно... Как выглядит кирпичная кладка, окей, гугл? Ну да, как нарисовать? Привет, Сири. Ну в целом, да, типа это кажется может быть странными сейчас советами. Как будто мы издеваемся, но на самом деле я немножко запаниковала, когда мне нужно было ее нанести. И по факту мне помогло, что за окном был кирпичный дом. Шахмат нам в порядке. Ну да, 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 все правильно, конечно, мы правы. И вот так вот чуть-чуть продавливаем. Главное, чтобы у нас вот... Видите, я вот чуть-чуть сильнее здесь надавил. И здесь вот потянуло за собой. Это можно потом вот так вот ручкой чуть-чуть прижать. И будет уже похоже на реальную кирпичную кладку. Ну да, ну то есть в целом, если посмотреть, как выглядит какая-нибудь старинная кирпичная кладка, она не особо-то идеально выглядит. Это такие пошорканные, немножечко пошарпанные, видавшие виды в жизни кирпичики. Вот мы такого эффекта и добиваемся. Ну и честно говоря, там не совсем кирпичи, там просто камни. Ну да, и они в общем тоже все отличаются и по размеру. Вот, что-то подобное вот у нас получилось. Типа кирпичики. Можно вот так вот взять рукой, чуть-чуть придавить. Так, чтобы это было похоже на камешки. И вот у нас что-то подобное получилось. Дальше здесь, вот у нас здесь сверху есть тоже как бы некая поверхность, на которой тоже можно вот эти вот продолжить линии. Так же стеком, чуть-чуть. Типа надрезаем поверхность. Можно хаотично, можно... Ну я бы, да, чуть-чуть с разным шагом делала. Мне кажется, так поинтереснее будет смотреться. Да. Типа там же не обычные кирпичи, там просто камни уложены. Вот. Первый, скажем так, слой для камня у нас готов. Мы его чуть-чуть обмазали со всех сторон. Теперь мы начинаем играть в природу. Ну, давайте я чуть-чуть себя тоже... Ладно, не важно. Я вправо. Вот у нас примерно чуть меньше половины пасты осталось. Теперь мы начинаем максимально делать красоту. Для того, чтобы сделать максимально похожий ваш камень на настоящий камень, вы можете воспользоваться вот этой вот открыточкой. Тут есть подсказочка о том, как что выглядит. В принципе, у него вот эта вот часть маяка чуть-чуть выше, а вот эта вот чуть-чуть ниже. Ну, так как у вас сейчас там все зеркальное... А вот так будет что-то видно вообще? Да. Не особо. В общем, примерно ориентируемся на вот такую красоту. Но опять же, мы при разработке всегда гигантское количество фотографий, видео и каких-то, в общем, любых источников отсматриваем. И, конечно же, ну, мы про это пишем везде, в общем, о том, что очень по-разному выглядит везде скала-маяка. В зависимости от времени года, в зависимости от погоды, она меняет свой цвет, она меняет оттенок породы. Местами коричневый, как любой камень условно, да? Местами бирюзовая, местами... Он даже мятный на некоторых фотографиях. Вот как, типа, моя футболка практически. Местами зеленый, потому что, естественно, он стоит посреди воды, и на нем нарастают водоросли какие-то, в общем, ракушечки и так далее. Ну, то есть, в целом, пространство для творчества гигантское. И это круто, потому что мы всегда за свободу самовыражения. Если вдруг вы думали, что мы сейчас вам тут в прямом эфире скажем, что можно делать только так, никак иначе, и есть один правильный ответ, так не будет. Это не так. Так, у нас осталось 19 минут. Нам нужно... С чего успеете собрать сам маяк? Не, ну, маяк-то я, в принципе, с закрытыми глазами могу собрать. Вот такой вот скромный, великолепный Евгений. Ты тоже король? Это моя корова. Корова, корона. Здравствуйте. Так, в принципе, я готов даже налепить всю пасту, вот это вот все, что осталось. Ты как этот? Это если вдруг он захочется сделать то же самое. Со скольки нот ты готов налепить ее? Можете последовать примеру Евгений. Вот, а если паста у вас осталась, смотрите, тут фольгированная внутряжка у упаковки, поэтому в целом можно сделать что? Если вы не очень сильно, не так уверенные, как Евгений, можно, если здесь осталось, у меня просто раз осталось вот столько примерно. Я это аккуратненько все замотала. Тут есть специальная липучка, как на твороге, на каком-нибудь, знаете. Замотали, закрепили липучкой. Если раскрыли очень сильно, положили дополнительно еще в пакетик, чтобы не поступал воздух. Паста останется тогда мягкой. Может быть, даже не... Да, на следующий день вы посмотрели, как у вас скала, если что-то захотелось добавить, добавили, ничего страшного. И оставили там еще на 12 часов, чтобы посохло. Или вообще у вас есть какой-нибудь другой наш маяк, и вы взяли и такие оп, оп, и для еще одного маяка что-нибудь тоже слепили. Так что, feel free, делайте, что посчитайте нужно. Вот, смотрите, теперь я налепил чуть больше пасты. Здесь, здесь, вот здесь вот я чуть-чуть вывел вверх. Здесь вот на вот этих вот более или менее плоских частях я тоже налепил пасты чуть побольше, чтобы придать потом ей некую текстуру дикой каменной породы. Дикой. Вот. А если посмотреть на открыточку, здесь вот на кирпичной хладке, здесь тоже есть выступающие камни. Вот сюда тоже можно что-то приклеить. Итак, берем наш инструмент и вот так вот начинаем придавать ей какую-то форму. Какую-то форму. Делаем острые какие-то края. Ну да, то есть прикол стека здесь в том, что обычными пальцами условно своими конечно такого эффекта не добиться. Поэтому не стесняемся, используем. Если вам, вы что-то сильно вам кажется напортачили, берем, замазываем обратно пальцем и экспериментируем дальше. Вот так вот просто делаем рытвины, какие-то торчащие части. Дело в том, что когда вы в принципе закончите и когда оно все высохнет, все, что может отвалиться, оно отвалится. Ну какие-то мелкие вот тут у нас уже какие-то демальки совсем такие, труха. Вот. А все, что останется, оно будет вот как раз радовать глаз. Оба. Оба. Глаза. И вот так вот делаем какие-то просто... Если вдруг вам кажется, что здесь слишком много рыбин, просто вот так вот замазываете пальцем и вот, пожалуйста, чистый лист. Можно рисовать, что хотите. Можно слоистость какого-то, знаете, пирога сделать. Опять же, чем меньше ритвин, тем проще красить. Так что вы тут как бы тоже не борщите. И если вам кажется, что достаточно, значит достаточно. Это мы убираем для того, чтобы оно высохло. Ассистент. Да, убираем. Спасибо. Дальше. Как в этом. Прошло 24 часа. 20 hours later. Да. Вот, пожалуйста. Прошло 24 часа. Немножко не тот камень, но очень похож. Что, мы его сейчас будем красить? Давай мы покажем пару техник. Давай покажем. И быстренько соберем маяк. Давай. Значит, смотрите, что есть у нас в комплекте. У нас есть белая краска, коричневая. бирюзовая, зеленая и бежевая. Значит, бежевая, я пока все это буду перемешивать. Так, давай, садитесь, пожалуйста. Значит, бежевая краска у нас предполагается, что ею мы красим маяк и ее же мы можем использовать как первый грунтовочный слой на... Извини, сейчас. Надо помыть руки. Надо помыть руки. Не забудьте помыть руки. Как первый грунтовочный слой на камне. Можно использовать и белый цвет для этого, но бежевого больше, поэтому тут смотрите сами. Ступеньки можно замазать тоненьким слоем, стеком. Можно этого не делать. Вот мы показывали... Покажи, Жень. Вот, вот, на камне... Ну, а, вот, я дотянусь. Вот мы показывали. Вот здесь вот, например, ступеньки не были замазаны пастой, но за счет того, что довольно толстый слой краски, все получилось. И, в общем, оно тоже довольно органично выглядит. Вот. Здесь не особенно мы еще делали всякие перепады и сложные складки, но, в общем, тоже он довольно прикольно выглядит. Значит, что мы делаем? У нас должна быть какая-то палитра. Это может быть просто бумажка. И мы на палитре радостно начинаем замешивать. Значит... Это клейная. Клейная? На, держи. Вот обычная. Значит, есть маленькие две кисточки. Есть вот такая вот большая, немножко комичная, но ей офигенно как раз-таки наносить первый слой широкий. Такой, широкими мазками. Значит, мы можем налить прямо сюда, прямо в крышечку. Можно оставить такой бежевый. Я бы добавила еще чуть-чуть коричневого. Да, вот прям я широкой и возьму. И, в целом, здесь у нас вообще начинается полнейшая свобода творчества. Вот я замешиваю. Я не замешиваю суперидеально равномерно. Я оставляю вот так вот чуть-чуть. Оно начало смешиваться. И прекрасно мне подходит. И начинаем покрывать. Я покрыла бы бежевым все. Ну вот давайте я на вот этой лицевой части покажу. Я бы покрыла бежевым все. Потому что это все равно порода, чем-то похожая, напоминающая что-то типа песчаника по цвету. И если, например, брать, смешивать оттенки и цвета, и потом чуть-чуть взять шкуркой, сошлифовать, получится кайфовый очень эффект. Получится вот прямо камень, который била жизнь. Значит, вот смотрите, вот я прекрасно под сериальчик, под разговорчик покрыла бежевым. Или зеленым, если вы хотите. Или коричневым целиком. Значит, между цветами, между сменой цветов. Чуть-чуть вот так вот я в палитру вытерла лишнее. Опять же, здесь возможны варианты. As you wish. Как вам больше нравится? Можно дать просохнуть бежевому? Можно. Давайте попробуем покрыть коричневым. Тогда получится такой интересный цвет серо-коричнево-бежево. Что-то такое. Можно. Вот я покрываю где-то толще, где-то тоньше. Можно вообще покрыть кусками. Потому что здесь все равно мы начнем потом. Вот он получается такой 50 оттенков коричневого. Можно, например, с этой стороны пойти, там, где я бежевым еще не покрывала. и начать покрывать коричневым. Можно переходить из цвета в цвет. В инструкции, в подсказках о том, как красить, мы даем две интересных техники. Значит, первая техника, это техника сухой кисти. Собственно, как вы видите, кисть я не мочила. Что мы делаем? Когда у нас просохнет слой, это акриловая краска, да, ее нужно хорошо перемешать. Если вы захотите, ее можно разбавить водой, но в целом у нас вот за все наши тестовые создания скал ни разу такой необходимости не возникало. Значит, показываю две техники. Значит, у вас вот такая вот какая-то губка, тоже она может быть разных цветов. мы ее разрежем, потому что мелкими делать это гораздо удобнее. Допустим, мы рисуем зелено-бирюзовую часть скалы. Покажи, Жень, там на открытке, где это. Ну вот, это справа на камне, например, вот здесь вот, справа от лестницы. И слева наверху тоже. Что бы я делала? Опять же, вы можете поступить иначе. У нас есть зеленая краска. То есть, мы делаем пык, 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 пык. Чуть-чуть наносим точечно, скажем так. Чуть-чуть я вытираю кисть. Все это без воды у нас происходит, чтобы только густота краски работала. и наношу бирюзовую. У нас такая немножечко какая-то скитлстрянка. Можно даже чуть-чуть коричневого между. И что же мы сейчас будем делать? Скажите, как его зовут? Мы это будем вот так вот тапать. Видите, поскольку я это делаю сейчас сразу по высохшей пасте без грунта, это не очень корректная получается история. Но если у вас будет тут покрыто бежевым или коричневым тортик, не ворчи, будет еще интереснее. Сделай, пожалуйста, что-то с этим. Ну, там дядя идет. Что у нас получается? За счет того, что мы у нас, конечно, фильтр тут не очень удачный. За счет того, что мы покрываем губкой получается эффект во-первых дырочек и такого мха и такого мха получается переход цвета. Я не очень понимаю, видно ли на видео, но вживую видно довольно четко, что здесь более бирюзовая история получается. Можно добавить, было бы классно добавить коричневого я бы добавила. По уму это все нужно делать с этапами просушки. Опять же, да, вот мы добавили коричневого уже получается более такой природный эффект. За счет того, что здесь складки один цвет просвечивается через другой получается очень интересный эффект. Это реально получается за счет губки получается классный природный эффект. Если вдруг вам покажется, что там, не знаю, если у вас закончились губки, которые мы положили в набор, или если мы в общем вы можете взять и свою допустим кухонную губку. Это довольно упругая, она классная, она как раз для этих целей. Но, например, чтобы сравнить эффект, вы можете попробовать взять свою кухонную губку, отрезать тоже от нее кусок от новой и посмотреть, что будет. Соответственно, так мы покрываем весь камень. В каких-то заломах, каких-то, ну вот здесь вот допустим мы видим, что довольно глубокий такой залом, мы проходим тоненькой кисточкой. В остальных местах я бы проходила кистью пошире, потому что это удобнее, да, ну то есть принципиально план какой, покрыть более-менее равномерно, допустим, сверху бежевым, а снизу коричневым, или с какими-то элементами зеленого, и потом начинать красить губкой. точно так же, когда чуть-чуть подсохнет, можно взять вот эту вот штуку, она такая, я даже не знаю, жесткая сторона губки, ну типа да, похоже на жесткую сторону губки, и можно, и можно пройтись ею, например, по вот этим вот участкам, и получится, что мы еще больше проявляем текстуру, то есть самых выступающих частей у нас чуть-чуть уходит краска, где-то больше, где-то меньше, и получается крутой эффект, опять же, природный и очень интересный. То же самое, эта же штука нам подойдет для того, чтобы сохранить эффект вот этот вот кирпичной кладки, то есть мы покрыли, вот здесь точно это будет актуально, мы покрыли полностью бежевым, потом мы покрываем ее, например, коричневым, ну каким-нибудь коричнево-зелено, в общем, что-то такое цветом, оно покрывается довольно равномерно, ну потому что кисточка у нас хорошая и все прекрасно. Если потом или этой штукой, или, например, просто бумажкой, салфеткой, или шкуркой, ну шкуркой, мне кажется, будет не так эффектно, мы пройдем вот так, у нас останется прямо затирка, и будет очень круто выглядеть, то есть это будет как настоящая кирпичная, не знаю, кафельная кладка, будет кайфово, здесь не так это заметно, потому что здесь не так явно прорисована сама вот эта кирпичность, ну понятно, но в целом будет обалденно, да, то есть вот вы видите вообще как играет все по-другому, когда добавляется цвет, опять же, вспоминая про наш главный завет, правильного ответа нет, техники по окрашиванию мы также добавили в инструкцию в подсказки и там можно довольно подробно почитать о том, как это работает и там прямо целая инструкция от художников, вот смотрите, вот тут видите, начала начала проявляться кладка и стало понятно в общем, что тут у этого камня, у этой скалы может быть большое будущее, вам не обязательно делать это сутрожно за час, как мы, вы можете сделать это за один, за два, за три вечера, то есть это такая в общем долгая проект семейный, я подозреваю Евгений, что мы не собираем сегодня маяк, а собираем его завтра, тогда завтра будем собирать маяк, покажем как мы докрасили камень и покажем вам, ну вот, кстати, будет прикольно, мы покажем один камень, который мы вам показывали сегодня как готовый и рядом покажем тот, который сегодня я начинала красить и показывала на нем всякие техники и посмотрите как они, чем похожи, а чем отличаются привет, 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 мы сегодня будем с вами собирать новый маяк турлитис, я покажу есть ли там какие-то подводные камни, ну это вторая серия уже, да, для тех, кто не был вчера, вот такой вот камень, собирали скалу, показывали как мы ее в общем, как мы ее декорируем, как мы ее покрываем специальной пастой, вот она из серой превратилась в белую и собственно вот что получилось со всеми тут кирпичиками, со всеми лесенками, со всеми каменными такими вот уступами и все-все-все. Вчера мы, конечно же, не успели собрать еще и маяк, поэтому сегодня мы здесь. Вот, начнем с маяка, маяк приходит вот в таких двух штуках, тут все детали есть для того, чтобы его собрать. Детали уже прорезаны, и они закреплены в основе, чтобы вам было удобно, они все пронумерованы и собственно достаются просто аккуратно пальцами. С этим маяком вам приходят две подробных инструкции. Одна инструкция в 3D по сборке маяка и одна с рекомендациями по сборке и декорированию скалы и покраске и все в это великолепие. В комплекте есть все необходимое, все краски, кисти, вот такой вот специальный стек для того, чтобы удобно было работать с пастой, которая создает объем. это паста, которая создает объем, стеклышки, шкурки, кисти, специальные губки и все-все-все. И даже свечка, чтобы подсветить на нее. Поэтому там есть все необходимое. Так, конечно, это, возможно, кому-то не понравится, но надо сначала прочитать инструкцию. Да, это ужасно. Вот эту и вот эту. Удобно, что они обе на одном листе. Потом можно уже приступать непосредственно к сборке маяка. Здесь вот подробная инструкция с картинками. Картинки я рисовал сам. Если кому-то не понравится, можете мне написать. Это было долго и больно, но в итоге все получилось. Давай, погнали. Начинаем. Здесь вот с шага номер три собирается сам маяк. Первые два шага это сборка скалы, это то, что мы делали вчера. То есть вчера мы с вами из 19 пунктов выполнили два. Производительность высокого уровня. Итак, в инструкции это написано, но... Почему скала не в таких досках приходит? Потому что у скалы большой размер деталей. Она приходит тоже как слоистые пирожочки. А вот у нас есть. Она приходит вот такими отдельными пластинами, которые нужно собрать. Вы можете посмотреть вчерашний эфир и там написано не написано, а рассказано как. Это все очень просто. Там есть специальные соединяющие штыри. вот их два. Один здесь и один здесь. Это 17 деталей, которые нужно соединить. Не приходят они в таких основах просто потому, что это была бы супер гигантская основа. Они вырезаются вот из такого куска фанеры. важный момент. Мы вытаскиваем детали непосредственно перед самой сборкой. Поскольку если вы детали все сразу вытащите, на них нет номерочков, номерочки на самой основе. Можно будет запутаться, а потом не понять какая деталь где. На деталях, для которых критично какой стороной их собирать написано слово ТОП. Здесь у вас почему-то все задуно наперед. Потому что мы на фронтальной камере. но подсказочки есть. Подсказочки есть. Я вчера обещала, что я покрашу камень нашему эфиру. Я его покрасила частично, чтобы сегодня в процессе что-то красить и давать какие-то комментарии. Потому что я поняла, что если я все покрашу и просто покажу вот что получилось, это будет не так наверное правильно с точки зрения нашего обучающего эфира, если бы я частично все-таки комментировала то, что я делаю. Я вчера рассказывала про сухую кисть. Собственно вот феерия продолжается. У нас есть специальная большая такая кисть грубая. Я сейчас возьму чуть-чуть зеленой краски ею. Излишки сниму просто об бумажку вытру об палитру и пойду вниз скалы делать там наросшие водоросли. То есть я просто сухой кистью, на которой мало краски аккуратно прохожу вот такими движениями. Можно прихлопывающими вот такими. Можно как будто бы растягивающими. И вот у нас есть кисть и есть, например, еще вот такая замечательная штука шершавая. Она тоже все, что я использую, все есть в комплекте. и ею мы аккуратненько берем, то есть вот у нас получилась такая тонкая тонкий зеленый слой. И мы аккуратненько берем и снимаем в местах то, что на мой взгляд оказалось лишним. И получается опять же, как вчера я говорила, такой интересный классный природный эффект, легкий. и на счет того, что одна краска проступает через другую, это выглядит классно, как настоящая морская скала. Да, тем временем у меня уже начинает вырисовываться какой-то ну покажи, что у тебя там появилась дверка. Да, вот у дверца у меня она открывается и закрывается. Здесь же у меня верхушечка карниз. и сейчас я начну формировать уже собственно башню маяка. Вот важно есть одна деталька с окошком, она устанавливается если следовать инструкции номеру 7 через один слева от входа. Мы этим временем продолжим. Так, вот я тоже продолжаю сухой кистью развлекаться. Да, все понятно и видно. Ну, прекрасно. Так, вот я возьму полотенце бумажное. Оно тоже мне пригодится для того, чтобы красить. Мне кажется, чуть-чуть можно поближе, чтобы было чуть меньше потолка и чуть больше того, что мы делаем. Вот, вот так я хотела. Надеюсь, это что-то изменило в лучшую сторону. Ну, теперь меня не видно. Ну, ты такой большой, потому что вырос такой высокий, красивый мужчина. Так, продолжаем разговор. Еще я вчера рассказывала про технику работы покраски с губкой. Стены маяка уже с кирпичиками. Да. Да. Стены маяка с кирпичиками. И у скалы же у нее тоже кирпичная кладка есть с одной стороны. Собственно, там, где лестница. Поэтому вчера, не знаю, были вы или нет, сейчас я вам покажу. Вчера, когда мы собирали скалу, мы у нее тоже рисовали кирпичную кладку. и вдоль лесенки по перилам тоже тут такая классная штука. И еще отдельный момент. Видите, мы вчера обсуждали, когда покрывали пастой, что она была серая, она побелела сейчас, это значит, что она высохла и по ней можно красить. Что касается самих ступенек лестницы, мы обсуждали вчера, что в целом при желании их можно тут абсолютно опрую, как вам будет удобно. Можно покрывать, можно не покрывать пастой. Евгений вчера голосовал за то, чтобы не покрывать, потому что ему кажется, что они будут слишком объемные. Ну, в общем, как вам будет угодно. Если их покрыть достаточно толстым слоем краски, то тогда не будет вообще никакой особой разницы, потому что и так они будут объемные и гармоничные. Вот я показывала в примере нашем уже одном из готовых из прототипов. Вот здесь вот, ну, здесь полностью готовый камень и здесь ступенечки не покрашены, то есть они покрашены, но они не покрыты пастой, так что, в общем, тоже смотрятся довольно гармонично. А вот здесь вот, они покрыты пастой, здесь тоже прикольно смотрятся, в общем, поэтому смотрите, как вам хочется, делайте, как вам удобно. опять же, мы все сводим к тому, что у всех будет разная скала, у всех будет свой какой-то результат, это круто, потому что на всех фотографиях этот маньяк выглядит по-разному, и скала, в зависимости от погоды, времени года и еще кучи факторов выглядит каждый раз по-разному, даже цвет породы меняется от коричневого до мятного, бирюзового и светло-зеленого на разных фотографиях, так что здесь абсолютно полная свободотворчество у вас, и пока я заговаривала вас, тем временем, у меня уже готова башня маяка, вот здесь вот она вся такая с кирпичиками, красивенькая, дверца открывается, закрывается, вот сейчас я сделаю тоже наличник, здесь у нас вот так вот он вставляется и прижимается, рисовать кирпичики на маяке нет необходимости, но в целом, кстати, если вы захотите, можно покрыть маяк бежевой краской, как это сделано в оригинале, и возможно потом сухой кистью аккуратненько нанести более яркий цвет, потом все это стереть, и получится, что у вас маяк остался чуть более насыщенного цвета, чем изначальный бежевый, но полосочки между, как затирка, останутся светлее, вот это будет классно, поэтому, ну, может быть, если мы сегодня успеем, мы попробуем поэкспериментировать. Так, башня маяка готова, освобождаем инструкцию, дальше у нас идет что-то, что-то, верхушка, ты имеешь ввиду смотровая площадка, это что-то, да, смотровая площадка, ребята, это что-то, чтобы вы понимали по количеству краски, вот это вот я полностью, практически в некоторых местах два слоя покрыла коричневым цветом, кажется, что баночки небольшие, но все многократно выверено по размеру, и вот тут еще остается больше половины, а камень уже коричневый достаточно, настолько, насколько я хотела, поэтому здесь вы тоже можете не беспокоиться, крашите с запасом, экспериментируйте, не переживая о том, что что-то закончится. Ну что, что у нас происходит? У нас происходит следующее, сейчас мы доделываем, скажем так, основу маяка, здесь у нас, собственно, как в инструкции указано, так же мы и делаем, потому что так будет удобнее всего. я очень долго разрабатывал эту схему крепления вот этих вот назовем их ламелей, потому что очень иногда сложно бывает, ну вот на первых вариациях маяков на наших, не отвлекай людей, я тут важные вещи говорю, я показываю, что происходит, конечно. Было сложно совместить сразу там 16 деталей и все их еще в одну деталь запихнуть. Поэтому я придумал сделать так, чтобы у нас детали по одной закреплялись, вот так вот, типа как стеночки. Так будет сильно проще и это не будет вызывать какой-то как это, что это могло вызывать? Тревожность. Тревожность, да. Назовем это так. некую тревожность при сборке маяка. Да, можно ли сказать? Да, конечно, пожалуйста. Вот смотрите, у нас была интересная текстура создана вот здесь вот с помощью пасты. Сейчас я попробую еще сфокусировать. Была создана интересная текстура, видите, вот здесь всякие полосочки, переходы, потом все это я покрасила коричневой краской и потом очень маленьким количеством зеленой краски сухой кистью я прошла и получается у нас вот что. То есть здесь это натурально вживую выглядит как наросший мох, как наросшая что там, я все время забываю это слово водоросли и выглядит очень круто. Поэтому сухая кисть это вещь. в инструкции перечислено две техники техники покраски сухой кистью. Когда происходит то, о чем я сейчас сказала, очень маленьким количеством краски лишнее убираем в палитру, мы проходимся и потом еще раз затираем излишки. То есть получается такой, как будто бы легкий эффект старины. Либо есть вариант, который я вчера тоже показывала и сейчас пробовала, но акцентирую на этом отдельно внимание. Есть вариант использования губок. У нас довольно большой кусок губки мы кладем в набор. Можно ее разрезать на несколько частей, потому что маленькими красить удобнее. И примерно сантиметр около того. Сейчас я покажу. Подожди секунду, я тогда покажу сразу, потому что я уже начинала это рассказывать, а потом что-то пошло не так. И что мы делаем? Мы точечно наносим краску. Вот тут у нас коричневая. Потом мы берем зеленую и также точечно наносим зеленую. И после этого мы цвета аккуратненько начинаем вот так вот губкой, сухой губкой начинаем смешивать между собой. Но не вот такими движениями, не размазывающими, а прихлопывающими. Вот такими. Не мажем, а хлопаем. Сейчас я это сделаю и расскажу, покажу, что получилось. А Женя пока вам расскажет что-то важное. Тем временем, да. Перила площадки маяка у нас будут сформированы вот такими маленькими детальками. Видите, здесь три отверстия и маленький такой шипчик. Вот этим шипчиком детали устанавливаются в базу вот таким образом, чтобы отверстия смотрели вбок. Не на вас, а вбок. Потом расскажу, для чего это. Ну опять же, все это есть в инструкции, подробно написано, нарисовано, описано. Вам нужно не обязательно включать эфир, когда вы будете собирать маяк. Вы просто можете продолжать идти по инструкции. Да, в инструкции все красиво. Я старался. Такой манитец. Спасибо. Екатерина. Екатерина. Ну вот, мне в процессе показалось, например, что нужно добавить еще коричневой краски немножко, чтобы был более равномерный цвет. Я и добавила. собственно, вот такая вот краткая жизнеописание. И вот у нас получился уже такой достаточно равномерный цвет. И мы видим, у нас же мы тут не просто так. У нас тут есть пример открытки. И в общем-то по открытке примерно мы ориентируемся, что происходит, что мы делаем, каких цветов мы хотим добиться. И стараемся это сделать. Может быть, вы не будете заморачиваться с открыткой, будете просто красить, как вам хочется. Это тоже прекрасный план. Поэтому смотрите по своему желанию. Вам не обязательно делать это за один час, не обязательно делать это за один день. Вы можете растянуть удовольствие настолько, насколько вам захочется. Насколько оно тянется. Насколько оно тянется. Итак, смотрите. Тринадцатый пункт. У вас он непонятного числа, а у нас он тринадцатый. Здесь с восклицательным знаком написано о том, что надо снять защитную пленку со стекол. Это важно не только для того, чтобы вы наслаждались видом маяка. С прозрачными стеклышками. Да, с прозрачными стеклышками. Но и для того, чтобы стеклышки влезли в свои пазы, поскольку у нас пленка защитная, она добавляет толщины, и многие очень сильные люди ломали вот такие детальки. Но это тоже не беда, потому что мы все-таки пришлем. Да, такая ситуация происходит, инструкция про это тоже написана. Если у вас любая авария произошла, и сломались какие-то детали, кошка их заиграла, потерялись, все что угодно, напишите нам, мы вам вышли бесплатно недостающие детали. Но чтобы вам лишний раз не откладывать вот этот волшебный последний этап, после которого вы будете понимать, что маяк готов, чтобы не отсрачивать этот прекрасный миг, нужно точно снять пленку, а там уже смотреть по деталям. На стеклах даже написано снимите, пожалуйста, пленку. Ну, кстати, да. На двух языках. С двух сторон. Снимать пленочку можно либо ногтями, либо чем-то острым. либо острым ногтями. У тебя снимается? Да. Вот так вот снимается. Ну, ты показал, как снимать пленку. У нас на самом деле есть уже вытащенные стеклышки. Давай мы используем их. Ну, чтобы не тянуть эфир, да. Дальше. Стеклышки. Еще раз, важный момент. Тоже. И тоже важный момент. Стеклышки имеет трапециевидную форму. У нее есть верх и есть низ. Соответственно, у нас есть две детальки, в которые вставляются стеклышки. Одна уже, другая шире. Соответственно, широкая сторона стеклышек ставится на широкую часть, узкая на узкую. Сначала мы ставим все широкие детальки. Они могут слегка болтаться, это не страшно, это нужно специально для того, чтобы они образовывали усеченный конус. Извините, я тут словами страшными ругаюсь. Но, тем не менее, для того, чтобы у нас все сложилось, они немножечко болтаются. Дальше мы берем узенькую часть и аккуратненько по одной наживляем чуть-чуть вот эти вот стеклышки. Удобно, если вы и изнутри и снаружи будете чуть-чуть поддерживать стекла. И вуаля! Не знаю, как вам, а мне очень нравится. Если вам тоже нравится, поставьте лайк. Быстро вы научились правилам. А я сейчас взяла тоненькую кисточку для того, чтобы тоже вчера мы этот момент обсуждали, чтобы тоненькой кисточкой залезть во всякие прямо складки-складки, которые остались от стека. И если вам будет видно, есть некоторые места, где прям белые вот такие вот проплешины в глубине, соответственно, здесь опять же, как вам хочется. Я в некоторых местах оставляю, но когда они какой-то вот тут, например, она вообще овальной формы, мне не хочется, чтобы были какие-то такие отверстия, как бы не очень естественные, которые выглядят, я их затираю тоненькой кисточкой, потому что это гораздо удобнее. И вот здесь вот по нижнему краю тоже я пройдусь обязательно, чтобы не было остатков белой пасты, и он выглядел полноценно, без каких-то полумер, полутоносцев, чтобы точно он выглядел как настоящая скала. Дальше мы сюда вот в крышу устанавливаем такие вот треугольные детали, они симметричные, их неважно какой стороной можно вот так вот вставить, можно перевернуть, вставить вот так вот, это никак не мешает сборке маяка. Да, вот здесь вот так мы устанавливаем эти детальки все сразу, чтобы потом было удобнее его собирать. ну и продолжаем, это, по-моему, 10 штук. Там впереди еще лучшая часть, моя любимая. Какая? Не скажу, я сохранитель интриги. Вы просто знаете, что вот-вот начнется моя любимая часть сборки этого, моего. точно, 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 да. Да, помимо коричневой, бирюзовой и зеленой краски, у вас в комплекте еще идет немножко белый и, ну, то есть, не, а столько же, даже, да? Белый 20 минут. Да, белый даже еще больше, значит. И бежевый, и бежевая вообще большая бутылка. Она у меня просто тут вылита, поэтому она только не фигурирует. Вот, там вот такая большая баночка, и их тоже, конечно же, можно использовать для декорирования маяка. То, что мы обсуждали вчера, на чем мы остановились и закончили, что в целом можно покрасить либо бежевым цветом, либо, например, коричневым, либо зеленым, смешать коричневый и зеленым, чтобы был насыщенный цвет, и покрыть маяк, не маяк, покрыть скалу полностью. Вот она у меня за ночь просохла, и теперь я ее декорирую дополнительными всякими вот этими приколами. Видите, уже появляются прямо переходы цветов такие. Я понимаю, что, конечно, это вряд ли прям хорошо видно на камеру, но в жизни, Женя, похвали меня, как красиво получается, расскажи. Очень красиво. Очень красиво получается. И лестница классная. Вот лестница мне очень нравится. Лестница просто великолепная. Хочется по ней забираться и спускаться постоянно. Но ты не лего-человечек. Я не вам. Тем временем у меня вот эти вот все детальки уже с 16-го шага уже все установлены. Дальше мы будем устанавливать саму крышу. Они тоже в принципе симметричные. Их можно устанавливать как угодно, только нужно широкой стороной наружу, узкой стороной вовнутрь. Что? Просто я показываю, он выглядит как башня какая-то из Игры Престолов. Мне очень нравится. Хотя он греческий, в целом ничего удивительного. вот такие у меня причинно-следственные связи. Мне кажется, это очень логично. Очень. Дальше. Смотрите. У нас все получилось. У нас есть фонарное сооружение. Его называют еще лантерна. У нас есть свечка светодиодная. И что мы делаем? Мы вставляем светодиодную свечку. Ну, во-первых, мы не вставляем туда обычную деревянную горящую свечку, потому что у нас деревянный маяк. Я надеюсь, что все это помнят. Мы используем только электросвечу, которая в комплекте, которая горит и мигает красивым огоньком, и которую при желании вы можете продолжать ее жизнь еще долго-долго, потому что у нее меняются батареечки снизу, и это все легко можно провернуть. Мы проверяли, такие свечки горят у нас сколько? Двое суток они точно горели, и они еще горели. Да. А потом мы просто перестали это делать, потому что поняли, что в принципе результат есть. Схема рабочая. Схема рабочая. Можно продолжать. Итак, самая любимая Катина что? Катина что-то? Часть. Ножнички. Ножнички. В принципе, не нужны, но можно и с ними. С ними не пустим. Смотрите, здесь у нас просто стоят палочки, в которых есть отверстия. Видите, да? В них мы будем продевать вот такой вот шнурок. Шнурок тоже идет в комплекте. Шнурок хлопковый и его не получится подплавить. Поэтому мы можем взять вот так взять палец, макнуть его в клей ПВА. Клей ПВА не нетоксичный. Ну, как бы, пить его не надо, но пальцы макать у него можно. И вот таким вот образом мы обмакиваем кончик веревочки в клей. Пальчик вытираем. и заклеиваем кончик веревки. чтобы он не пушился. И вот так вот закручиваем кончик веревочки. Он теперь у нас не пушится. Начинать удобнее снизу. С любой, в принципе, палочки. Но, наверное, лучше с той, которая подальше лучше, да, с той, которая не видно. С противоположной стороны от дверцы. И вот так вот просовываем. По одному. подвал у вас не получится. В принципе, если у вас есть иголка какая-то большая, в которую влезает такая нитка, вы можете в принципе иголкой. Моя мама почему-то называла такие иголки цыганскими. А еще их как-то называют, что-то с рыбачеством это связано. С рыбачеством? Есть такое слово? Рыбалка. Ну, типа для сетей, что-то такое. Теперь, важный момент. Нитку можно, в принципе, разрезать на каждом уровне. Вот тут их три уровня, вы видите. Ее можно разрезать либо на каждом уровне, либо продевать через следующий уровень. Я не знаю, как это объяснить словами, но не отрезать, а просто продолжать дальше. Просто продолжать дальше вверх ее тянуть. Ну, кстати, так будет даже симпатичнее, если продолжать вверх тянуть. Тогда будет один узелочек, а не много. а не три. Да. В принципе, что? А можно вот здесь вот на конце сделать узелочек, так, его ножничками подрезать и всю нитку вытянуть. Узелочек как раз у нас здесь вот узелочек, если вы видите, он не дает вынуть всю нитку, а все остальное вот получается вот вытянулось. Дальше мы можем продолжать вот этот хвостик уже в следующий уровень прикрепить. прям чувствую себя каким-то рыбаком почему-то. У меня чуть-чуть раздраконилась нитка. Нужно еще немножечко клеить. так, а я решила пока начать уже красить шапочку нитка. Если вы обратите внимание, сам маяк бежевый, а верхушечка у него белая, поэтому в комплекте и белая краска, и бежевая. и в том, что касается бежевой, мы отдельно еще пишем такой дисклеймер, такую сносочку. Вот я перемешиваю краску, что опять же на всех фотографиях оттенок маяка разного цвета. Он прям сильно отличается. Он от такого светло-светло почти белого светло-бежевого до такого какого-то серо цвета яичной скорлупы и что-то такое. Поэтому в целом вы при желании можете прекрасно опять же ориентируясь на то, какой вы хотите получить результат, вы можете смело брать и, например, бежевый оттенок подмешать еще немножко коричневого и тогда у вас будет цвет поярче. Что мы делаем здесь? Я покрываю тоненьким слоем белого цвета, который у нас будет выполнять роль зону точного. тоненько, особо не как-то не выводя ничего, поскольку здесь у нас просто нас пьет собака. Если вам слышно, конечно. Я думаю, что вам слышно. Вчера было слышно. потому что все по-настоящему. такой вот у нас эфир. Так, я покрываю белым грунтом. Единственный какой-то важный момент, который, мне кажется, нужно упомянуть. Я сейчас покажу, чтобы все у нас, все линии от кисточки смотрели в одну сторону. Значит, что я имею в виду? Первый слой действительно тоненький, так, чтобы он быстро высох. Итак, что я имею в виду? Что я здесь вижу? Что я здесь вижу? Ой, так, как это сделать? Вот, значит, в конце каждого вот этого треугольничка на крыше, на кровле, я провожу вот так, в одну сторону, в одну сторону, чтобы все там поднимающиеся волокна, какие-то остатки следов после кисточки, чтобы все смотрело в одну сторону, то есть вдоль, а не поперек. Я крашу вдоль. Вы можете красить все одинаково, например, все поперек. И еще важный момент, видите, в некоторых местах, вот здесь вот, например, после покраски остались такие, немножко небольшие затеки краски. Их тоже я сейчас возьму и уберу просто бумажечкой. И вот здесь вот тоже мы все прокрашиваем по внешнему контуру и вот это кольцо, чтобы все было равномерно беленьким. так, вот я это все радостно прокрашиваю. Евгений продолжает тут протягивать веревки. Так, я тогда сейчас докрашу вот это. У меня останется это чуть-чуть подсыхать. и можно будет начинать пласть в маяк. Да, у меня как раз близится к завершению протягивания веревки. Итак, смотрите, вот столечка веревки у нас остается. У нас веревки с запасом. чтобы вам можно было всего с запасом. Вообще всего в наборе с запасом. В любом, не только в этом. Да. Потому что вся идея комплектования в нашем случае наборов в том, чтобы как я вчера говорила, что вы в чистом поле могли сесть и собрать маяк. Поэтому все необходимое, все, что вам нужно для покраски, для того, чтобы подшлифовать, для того, чтобы тут подправить, чтобы тут все было аккуратно. Реально все в наличии есть, поэтому смело краски везде с запасом, смело красим, тихо, спокойно, вообще не переживаем. Так, вопрос про они его. Боюсь красить все белым полностью, чтобы не исчезли насечки для черного цвета, или они не исчезнут после покраски. Они не исчезнут, но в зависимости от того, какой слой краски вы положите. Дело в том, что когда краска высыхает, она все-таки принимает форму той поверхности, на которой она положена. Если это будет не супер жирный слой, вы можете покрыть белым тоненьким слоем, вот как здесь я покрываю, так, чтобы оставалось еще просвечивало дерево, покрыть белым аккуратненько, и все проявится. То есть, если это не просто вывалить всю банку на одну полоску, то вообще никаких проблем с этим не будет. Все маяки у нас, ну, все, у которых природно от производителя есть полоски, да, на палисере, на ком, палисер, Анива, Шапилевский, у них у всех есть полосочки, и у них у всех мы наносим насечки, и все они сохраняются, и, в общем, все безопасно. Мы сейчас здесь покажем на кирпичиках, кирпички, тем временем, здесь, вот если посмотреть, вот это начальный узелочек, дальше у нас нитка идет в ту сторону, потом она приходит отсюда, и идет в эту сторону, или наоборот. Вот, и вот здесь вот конечный узелок, в принципе, под него можно уже отрезать веревочку, и вот у нас собственно готов маяк, маяк готов. Я прокрасила все детальки белым, первым слоем. Дальше, еще важный момент, на который стоит обратить внимание, если вы начнете красить маяк, до того, как вы проденете веревку, краска может затечь в эти отверстия и помешать вам потом продеть веревочку. Так что, сначала продевайте веревочку, а потом красть маяк. И даже если белая бежевая краска попадет на эту веревочку, хуже она точно не станет. Мы так делали, специально прокрашивали, получается очень прикольно. маяк удобнее красить сначала изнутри. Ну, ты имеешь в виду... Ну, не изнутри сам маяк, а вот башенку. Да, сверху. Старайтесь тоже прокрашивать торцы деталей, потому что таким образом вы немножечко выровняете цвет маяка, и он будет уже более ровно. Ну, в целом, да, все, что касается покраски, тоненько, постепенно, по чуть-чуть, с тонкими слоями, потому что после первого грунтовочного слоя, сейчас у меня подсохнет башенка, я покажу, что ее нужно будет аккуратненько пошлифовать, потому что любая краска, морилка, все на свете, оно поднимает деревянные волокна немножечко. И чтобы у нас аккуратно легли следующие слои равномерно, нам нужно будет сошлифовать немножечко и продуть деревянную, вот эту деревянно-красочную пыль. Так, это первый маяк с перилами из веревки. Да. Да. Мы достаточно долго искали подходящую веревку и достаточно долго выбирали вот этот конкретно маяк тублитис для изготовления и в какой-то момент все совпало. Сложилось. Все сложилось. Маяк получается вот до этой части вниз бежевый, а все, что выше, беленькое. Да, кстати, может быть, покажем, как маяк смотрится на камне? Да. Ну вот сейчас ты покрасишь, оно будет подсыхать. Я думаю, что мы поставим все. Так, у меня, в принципе, я думаю, что еще пару минут и все подсохнет. Так, я хотела остатки краски. Кстати, может быть, это можно? Да, можно, кстати, и вот этим вот нашим стеком поубирать или просто взять кусок бумажки. То есть, между деталями, между ламелями маяка, там, где остаются тоненькие такие, как это сказать, тоненькие щели, такие расщелины, между ними, ну, естественно, может затекать краска. Поэтому, до того, как она высохла, ее можно убрать вот так вот. бумажкой той же самой обычной. Если она высохла и вы после этого обнаружили, это можно убрать шкуркой, просто прошлифовав с одной стороны сначала аккуратненько просунут, потом с другой. В общем-то, это тоже вполне себе вариант. я предпочитаю делать это до, поэтому делаю сейчас. И краска уже у меня чуть-чуть подсохла, а это значит, что уже это не так удобно. То есть, лучше всего это делать, когда она прям жидкая-жидкая еще. Когда она еще не схватилась. Ну, хотя они все прекрасно убираются красноцкая. Да, да. Так, я убрала. то есть, и вот эти вот затеки, конечно, нужно убирать после каждого слоя. То есть, у вас получается на верхушечке белый грунтовочный, здесь тоже на верхней части, а основание маяка можно грунтовать бежевым, собственно, тем уже, который у вас и будет на цветной части. Да, который будет цветом маяка. Если, например, мы говорим про аниву или палисер или тот же самый шпилевский, когда цветные полоски, там можно все покрыть белым грунтовочным слоем, потом аккуратненько подшлифовать так, чтобы снять поднявшиеся волокна, и после этого уже красить белый более плотный и черный там или красный на те участки, на которых в общем они должны быть. Так что это вполне себе тоже план. так, ну как? Ну как-то так. Ну и видите, мы тоже не случайно кладем две кисточки обычно в набор, а сейчас три, чтобы каждый мог. Ну если вы не один собираете, если вы не один собираете, если у вас команда собирает, то в целом можно, тут кто-то мог бы красить, уже обмазывать скалу, кто-то красит, ну в общем, минимум для троих можно найти занятие. Так, я предлагаю начать красить бежевым основанием. Подожди. Можно я закончу сначала с белым, с белой верхушкой? Мне кажется, что, да, ты уже почти закончила, поэтому я начинаю планировать новый план. План на день. Составить новый план. Обычное моё состояние. Вы помните первый пункт. Да. Так, я тогда покажу пока что здесь, что у нас происходит. Значит, у вас в наборе несколько, ну может быть, или несколько кусочков, или один большой кусочек шкурки, у неё может быть разная зернистость, подходящая для наших целей. Вот это я бы даже разрезала пополам. чтобы один остался кусочек на маяк. И что мы делаем? Она чуть-чуть шершавая, вот эта поверхность, поэтому я её просто аккуратненько вот так вот по ней прохожусь. И потом пальцем прямо можно снять и почувствовать, что становится более гладко. Если я сравниваю, например, те, которые я ещё не прошла шкуркой, и те три, которые прошла, разница довольно существенная. то есть вам не нужно снимать полностью весь слой краски, достаточно просто чуть-чуть вот так вот пройтись с этим чудесным дивным звуком. И это, соответственно, касается не только конкретно этого участка, конкретно этого маяка. Это касается, в общем-то, всех деталей деревянных, которые мы красим у любого маяка. вот я вытерла. Если у вас получился довольно толстый слой, можно при желании даже, я не знаю, например, феном продуть или пропылесосить, если у вас есть какая-то мягкая щёточка. Но по большому счёту, особенно на небольших деталях, достаточно просто вот так вот убрать рукой остатки какие-то лишние. Потому что здесь, но всё-таки количество пыли, оно ничтожное. Если, например, там про то же самую аниву мы будем говорить, по которой сегодня уже заходила речь, там, в принципе, при желании можно даже пропылесосить, но опять же, это очень уже такие усложняющие варианты. В целом, это точно совершенно не обязательно. Это, в общем, по желанию абсолютно. Первый грунтовочный слой может быть не очень красивым, потому что на торце, на торцах деталей остаётся немножечко такой жжёный слой, который растворяется краской и, возможно, лёгкое пожелтение краски. Это всё из-за того, что детали вырезаются лазером. Это не страшно, потому что следующим слоем, когда вы будете покрывать, эта желтизна будет перекрыта. и на самом деле пока вы докрашиваете одну сторону, первая сторона уже высыхает. Вот, грунтовочный слой у меня готов, можно сказать, даже загрунтован. мы берём камень, тот, который вчера лепили. Здесь, если присмотреться, на основании вот этого детали есть вот такие вот насечки. это границы вот этой вот детали маяка. Чтобы маяк встал нормально на камень, нужно немножечко эти насечки оголить. Да, это можно сделать вот этим инструментом. эффектно выглядит. Да, вот здесь вот видите, у нас немножечко паста зашла на основу. Она достаточно мягкая, поэтому её можно продавить даже деревянной деталькой. Вот здесь вот. То есть смысл заходить вот так вот пастой наверх в том, что, конечно, это выглядит очень эффектно, когда маяк уже стоит. Да. Но, чтобы всё с первого раза хорошо на свои места попало, нужно чуть-чуть подготовить площадку. Ну, здесь даже шкурка, в общем-то, не нужна, мне кажется. Нет, не нужна. Достаточно стека. Прям лопаточкой так пык-пык. Угу. Вот таким образом мы освободили площадку и сейчас произойдёт магия. Ну, и вот у нас, получается, прошли сутки с момента, когда этот камень мы лепили скалу. как раз сутки прошли. да. Итак, дверцей к лестнице устанавливаем в этот паз вот этот шиф. Давай еще. Опа. И вот, видите, о чём я говорила? Прям круто выглядит, когда вот здесь скала получается обрамляет маяк, то есть он как будто бы из скалы вообще выходит. Как же круто смотрится. Блин, это реально обалденно смотрится. И шапо. Кайфово, да? Ну, в общем, это, конечно, задачка со звёздочкой. Но в целом, видите, если идти по шагам, так как мы рассказывали, то всё абсолютно посильно. Остается ещё вот эта вот площадочка. Её тоже можно либо покрыть красной, либо замазать остатками пасты. То, о чём я вчера говорила, что можно чуть-чуть оставить на следующий день пасту, и когда всё подсохнет, будет понятно, где-то, может быть, можно добавить. и вот здесь вот как раз много добавили. У нас осталось чуть-чуть в запасах. Я думаю, что сейчас мы это и сделаем. Сейчас я принесу. А ты пока начинай красить бежевым, у нас остаётся не очень много времени, так что как раз мы сейчас быстренько всё вам допокажем. бежевый, 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 бежевый. Вот. Начинать лучше с карниза, причём с нижней части карниза. вылезай, 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 вылезай. Вот, вылез, молодец. Тортик, это не ты вылез, малыш. Малыш, покажешь, смотри. Вот у нас карниз, вот здесь вот, видите, да? Можно вот так вот сюда. Прям много краски. Катя, не мучишь собаку? Нет. Он прыгает, а потом сам отказывается. Так, я принесла пасту. если она хорошо хранилась и была без доступа воздуха, то она абсолютно не теряет своих свойств. И там есть специальная вот такая вот, я тоже вчера показывала, липучка, как на творожке, чтобы всё, да, чтобы всё закрылось и у вас аккуратненько хранилось. так, значит, я просто добавляю здесь пасту. Если она не очень хорошо ложится, опять же, не пугайтесь, паста прекрасно приклеивается, ну, то есть, если она не очень хорошо приклеивается напрямую к фанере, опять же, да, не все материалы идеально дружат между собой, когда вот такие вот небольшие участочки, прекрасно паста зато держится друг на друге. Вот она у меня здесь по серединке не хотела ложиться, но я её зацепила за бока уже подсохшей пасты и всё стало хорошо. И вот то, о чём мы тоже вчера говорили, что закрепится, закрепится, а какие-то мелкие вот такие вот фигульки, они, вот мы камень перемещаем, они на столе остаются, отваливаются. Это не страшно. как бы ничего страшного, они вообще не успокоятся. Итак, карниз я немножечко загрунтовал уже. Ты бежевым красишь? Да, бежевым. Бежевая краска после высыхания становится темнее. Это важно ещё учитывать. Но вот прошлый маяк, который на фотографиях и на видео везде, я, например, загрунтовала сначала светло-бежевым, а потом добавила ещё немножко коричневого, потому что мне показалось, что он так будет поэффектнее. Поэтому опять же, как я уже говорила, смотрите на свои представления прекрасного. Так, я замазываю. Ну, значит, тогда этот камень мы сегодня по-любому не красим, а оставляем ещё досыхать. Правильно? Да? Да, и ещё момент, по-моему, вчера мы про это не сказали. При лепке камня он довольно увесистый, ну как, он не супертяжёлый, но такой, типа, ощутимый. Постарайтесь не оставлять там глубокие отпечатки пальцев, потому что у нас был один из опытных образцов, на котором вот так вот прямо остался от большого пальца след, и его можно, конечно, потом зашлифовать, ещё что-то сделать, но лучше напоследок, перед тем, как оставлять на просушку, просмотреть со всех сторон и удостовериться, что не осталось никаких улик. А если остались, то аккуратненько этим же пальцем можно подмазать. Занести следы, да, да. Так, ну что, вот у меня получилось. Я замазала этот уступочек, и я сейчас сразу вот так вот отодвигаю. Паста не очень хорошо схватывается с фанерой сейчас, потому что это такой участок гладкий и адгезия, адгезия, простите мне, такое слово, слепление не так хорошо происходит, как происходило вчера, просто потому, что здесь была выпуклая часть, а здесь она идеально ровная. Но мне это не помешало, оно держится, я чуть-чуть вот так вот еще стеком дополнительно это все как будто бы утрамбовываю, и все прекрасно. И я хочу, чтобы с этой стороны была тоже такая площадочка, которая как бы будет маяк обнимать. поэтому видите, вот у меня здесь прочерчена линия еще в процессе резки, ну, я надеюсь, что вам видно, вот здесь вот хорошо видно, здесь тоже я сейчас подмажу, то есть вот прямо многоугольник под формат маяка, и я хочу, чтобы здесь тоже была такая находящая на маяк каменная волна, поэтому я ее делаю довольно объемной. И вот этот участок маленький тоже я сейчас пастой заклиплю. тем временем у меня подходит к концу грунтовочный слой, если здесь присмотреться, вот отсюда я начинал, и тут все еще видны кирпичики. Возможно, вам на камеру не очень видно, но в реальности они видны. А я сейчас посмотрю на этот. Нет, нормально. Да, на камеру не очень видно, но они просвечиваются, сейчас оно нормально высохнет, и будет видно еще лучше. Поэтому надо не бояться, а просто начинать и пробовать, так же, как и со всеми остальными делами, естественно. Да, что еще? Что еще? я предлагаю для какого-то, для динамики, я предлагаю, короче, здесь тоже я так слепила, чтобы прям заходила на маяк, как будто бы. я предлагаю сделать бежевый чуть-чуть поярче, смешать его с этим, с коричневым. Давай. В крышечке я смешаю, и в принципе, я думаю, что мы будем уже приближаться к концу, закругляться. так, с этим я закончила. Все везде подлепила, видите, оно чуть-чуть отличается по цвету, вот получается для вас внизу и слева то, что я сейчас чуть-чуть справляла. Так, бежевые краски все, я говорю, супер с запасом, не забываем их хорошо перемешивать перед использованием, тогда все будет хорошо. вот, вот смотри, вот он прям поярче становится, мне кажется, так даже поинтереснее будет. Так, ну что ж, что ж, сейчас я думаю, что мы покрасим его с одной стороны. А, ну смотри, нам нужно его в любом случае, чтобы он просох и мы его подшлифовали, так что это я рано замешала, что-то я поторопилась. Рано. ну, неизбежно нужно время. По сути, у нас что? У нас, сейчас вот так вот, чтобы не испачкать. Это все равно ты испачкалась? Нет, ну в плане, чтобы маяк пальцем своими не испачкать. Ладно, вот это у нас уже высохшая красота. в целом, в целом, он уже выглядит, ну, такой, 50% готовый. Я думаю, что, я думаю, что его можно даже показать уже вот на таком камне. У нас тут, видите, стратегические запасы камней. Давай, поставь, мне кажется, будет классно. Тут, видите, такая, это один из прототипов, у которого вот эта штука еще не скрыта. Это тоже, я думаю, что мы замажем и сделаем так, чтобы было. Ну, посмотрите, какова красота. Ну, вы посмотрите, ну, что такое. Очень круто. Не знаю, не знаю, как вам. А нам очень нравится. Мы на столке. Мне кажется, что это очень кайфово. И самая прелесть, конечно, то, что свечка мигает. Так, ну что, я предлагаю, видите, мы все никак не можем с вами распрощаться. Я предлагаю так поступить. Мы маяк этот покрасим окончательно. Спасибо, что были с нами. Нам понравилось. Я надеюсь, что вам понравилось тоже. Всем спасибо за поддержку. Всем спасибо, что были с нами. Пока-пока. Пока.